В Твери жители по меньшей мере 36 квартир остались без газа. Речь идёт об одном из домов по улице Фрунзе в Заволжском районе города. Голубого топлива жильцы лишились около двух недель назад. И когда его подача возобновится, непонятно. В ситуацию разбиралась наша съёмочная группа. Мультиварка, гриль у нас есть, электрический чайник. То есть мы всё готовим на электричестве, соответственно. Счета придут, наверное, заоблачные. Мама троих детей Антонина Григоращенко рассказывает, как она вот уже две недели вынуждена справляться с приготовлением еды без газа. Голубое топливо в её квартиру перестало поступать в начале сентября. Без газа осталась семья Антонины и ещё 36 квартир дома номер 8 по улице Фрунзе. 9 сентября 2021 года в аварийно-диспетчерскую службу филиала ООГ «Газпром» «Газплейн» Тверь поступила аварийная заявка о запахе газа в подъезде многоквартирного жилого дома по адресу город Тверь, улица Фрунзе, дом 8, корпус 2. По прибытию специалистов была обнаружена, загазована одна из квартир. Попасть в квартиру на момент не предоставлялась возможным, и в целях безопасности газоснабжения подъезда было приостановлено. Когда доступ в квартиру был получен, выяснилось, что в ней был открыт кран на газовой плите. Когда подачу газа было решено возобновить, специалистами газовой службы была выявлена негерметичность внутреннего газопровода. Кроме того, в некоторых квартирах отсутствовала тяга в вентиляционном канале. По закону в этом случае газоснабжение необходимо прекратить до устранения нарушений. Если некоторые жильцы свои вентканалы в порядок привели, то другие жители устранять нарушения не торопятся. А то и вовсе не пускают газовиков в свои квартиры. Очень трудно доступ, и люди очень несознательно. Некоторые не понимают, что принудительная вентиляция здесь не действует. Нужна только естественная. Замечаний очень много. И очень большая просьба, чтобы проводили, пусть соседи, для того, чтобы побыстрее с соседом переговорить, чтобы люди допустили в квартиру, произвели чистку. Однако пока призывы к сознательности части жильцов этого подъезда своего действия не возымели. В результате страдают все. И те, кто предоставил доступ газовой службе в свои квартиры, и те, кто делать этого не хочет. Но пока все 36 квартир не будут обследованы на предмет нарушения эксплуатации газового оборудования, или хотя бы 9 в пределах одного стояка, исполнитель не имеет права возобновлять подачу голубого топлива ни в одну из них. Жильцы дома на улице Фрунзе этим, разумеется, недовольны, но закон, как говорится, есть закон. Те квартиры, которые нам разрешат отключить резьбовой заглушкой, соответственно, мы их отключаем и газ по стояку пускаем. Но система газопотребления дома не позволяет точечно подключить каждого абонента. То есть, я же вам так и ответил. Если у нас на стояке 9 квартир, из 9 там, в 5 квартирах есть тяга, мы, соответственно, 4 квартиры должны отключить внутри помещения заглушками, а в остальные пустить газ. Как сообщили нашему телеканалу, в акционерном обществе «Газпром» газораспределения Тверь по состоянию на 16.30 пятницы 24 сентября в доме на Фрунзе удалось пустить газ 18 квартир. Остальные 18, в которые газ поступает по двум другим стоякам, остаются по-прежнему без газоснабжения, так как в часть квартир не обеспечен доступ специалистов газовой службы.